Исполнилось 25 лет служения в священном сане архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», настоятеля первого в Екатеринбургской епархии больничного свято-пантелеимоновского храма. О том, какой путь пройден за четверть века, наш следующий сюжет. В храм целителя Пантелеимона всегда приезжаешь с радостью. Все так красиво, наполнено заботой и любовью. Здесь словно кусочек Царства Божия на земле. Уже 24 года настоятелем этого храма является архимандрит Дмитрий Байбаков. Но это сейчас мы видим церковь с необыкновенными росписями, всегда украшенную к праздникам, с иконами в филигранно выполненных киотах. А начиналось все буквально в чистом поле, точнее в лесу. Вот первый молебен на престольный праздник в 1993-м. А вот и беседа с прихожанами во временном храме. Начинаем с того, сколько лет в храме. 23, безвыходно, я пришла домой, у меня у сына друг пришел. Дядя Нина, это все правильно было сказано, что вы без копейки начинаете строить такой храм. Я говорю, да, Юра, точно так. Но это же безумие. Так, значит, это же безумие. Таким же безумием еще совсем недавно в Екатеринбургской прессе казалась история о постройке школы. Заголовками о семиэтажном учебном заведении тогда пестрели многие издания. И вот и школа не просто построена, но уже свой первый учебный год в ней завершили ее первые ученики. Внимание, внимание, школа ваша, открыть па-ет-са. Открывать что-то новое у отца Дмитрия уже вошло в привычку. Когда-то всего через год после первого молебна на территории еще не построенного храма у Пантелеймоновской церкви появилась приходская газета. Прошло несколько лет, приходской листок стал солидным изданием, а в 2001-м заработали и станки епархиальной типографии. У епархиальной многотиражки появился к тому времени «Глянцевый собрат» – журнал «Православный вестник». В 2003 году начало свою работу радио «Воскресенье» и вновь во главе инициативной группы «Отец Дмитрий». Просто колоссальная работа и моральная, и материальная, чтобы даже технически вот это вот все выдать в эфир. То есть мы тоже стараемся, как кадры, как журналисты, по мере своих сил помогать этому колоссальному труду, но технический и материальный вопрос – это все. И на «Отец Дмитрий» тут даже сложно представить, какими человеческими силами это все достигается. Что невозможно человеку, то возможно Богу. Благодаря помощи Божией и живет радио, а также телеканал «Союз» – «Первый православный», как его часто называют. Охран целителя Пантелеимона уже стал целым храмовым комплексом, где помимо школы есть и детский сад, и библиотека. Одно из удивительных качеств дорогого отца Дмитрия – это, конечно, самоотверженность и готовность к жертве. Что, собственно говоря, и есть христианское определение любви. Нет больше той любви, кто жизнь свою отдает за ближних своих. Вся жизнь отца Дмитрия – это отдача себя, служение церкви, людям, ближним. Оно, может быть, бывает не такое демонстративное, но всегда искреннее и всегда в полной мере. И это очень ценное, важное качество. Благодаря этому в свое время из храма Пантелеимона вышло около 30 священнослужителей. Отмечая все труды на благо православной церкви и в связи с 25-летним юбилеем, святейший патриарх Кирилл удостоил архимандрита Дмитрия ордена святого преподобного Серафима Саровского, который был вручен в пасхальные дни. Во внимание к усердным пастырским трудам и в связи с 25-летием служения в Сане Пресвитера архимандрит Дмитрий Байбаков, настоятель храма великомученика Пантелеимона города Екатеринбурга, удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Но позволить себе почивать на лаврах не в стиле отца архимандрита. Уже начался новый четвертьвековой отсчет, а значит впереди, как обычно, проекты и замыслы, так и юбилеар поделился планом построить еще и православную больницу. И будем надеяться, что с Божьей помощью, как и другие начинания батюшки, это вскоре также будет реализовано на все 100%. Спаси Христе Боже, спаси Христе Боже на многое лето.